Девушки отдыхают Девушки отдыхают Разъяренный водитель избил активистов движения СтопХам дубинкой Молодые люди сделали ему замечание за парковку не по правилам Но дебошир и слушать их не стал Хам обложил молодых людей оскорблениями и вышел из машины Активисты думали, что он все же прислушается к их просьбам перепарковаться Разъяренный автолюбитель набросился на активистов с дубинкой Все произошло так неожиданно, что молодые люди не успели отбежать Буян повалил одного из добровольцев на землю и бросился на остальных Он размахивал битой и наносил молодым людям удары Чтобы защититься от нападавшего, СтопХамовцам пришлось применить баллончик с перцовым газом Баллончик слегка угомонил Буяна Молодые люди, не теряя времени, позвонили в полицию После использования баллончиков он сел в машину к себе И через минут, наверное, 3-4 он вышел и уже с него лилась кровь То есть неизвестно Никто к нему из группы граждан не проявлял физическую силу Водитель продолжал угрожать молодым людям Он обещал расправиться с каждым из них по отдельности Но вскоре подъехали полицейские За хулиганские действия на водителя кроссовера полицейские завели уголовное дело Был бы поспокойней и проблем бы не знал Барнаул Автоледи за рулем легковушки пытается совершить поворот через трамвайные пути Она начинает маневр именно в момент приближения вагона Столкновение неизбежно Трамвай останавливается Водитель и пассажир легковушки выходят отсунить повреждения Сами они похожи в порядке Даме за рулем лучше быть внимательней Кировская область ВАЗ 99-й модели уверенно обгоняет автомобили Совершенно неожиданно он вылетает с дороги Автомобиль выскакивает в кювет и чудом объезжает деревья Водитель не пострадал По всей вероятности он пытался объехать какое-то препятствие И потерял управление Белгород Водитель легковой машины движется по улице города Приближаясь к светофору Горит зеленый сигнал И автомобилист не сбавляет скорость перед перекрестком Неожиданно за идущей впереди машиной Появляются Жигули Дистанция слишком короткая, чтобы затормозить За проезжающей иномаркой водители не видели друг друга до последнего Наверное, оба посчитали, что дорога свободна У меня ребенок хочет в туалет и домой хочет Вы че такие? Я сказала, поехали на энергетика Я сказала, ко мне в автомобиль Че ты снимаешь? Вот снимаю Че ты снимаешь? В Зургуте пьяная автоледи пыталась уехать от инспектора в ДПС Прикрываясь важными делами Дамочка закатила полицейским скандал Ее пришлось буквально вытаскивать из машины Что? Из машины выходим Девушка, выходим из машины Девушка Ключи отдай мои Мне нужно ребенка отвезти домой Девушка явно перебрала спиртного При этом везла в автомобиле маленького сына Инспекторы ДПС были вынуждены надеть на буйную нарушительницу наручники Отпусти! Тихо, тихо Однако дама стала вести себя еще более вызывающе Полицейским стоило немалых усилий, чтобы посадить ее в патрульную машину Ты че? Попутал, что ли? В служебном автомобиле задержанную проверили на алкотестере И он выявил опьянение Дама это признала А вот с тем, что на нее снова должны надеть наручники Она не согласилась И искусала инспектора ДПС Девушка вцепилась зубами полицейскому в руку Начала драться и вырываться И все равно на нее надели наручники Причем полицейским пришлось сковать ей не только руки, но и ноги Девушка, прекратите противоправные действия Девушка, прекратите свои противоправные действия Оксана Олеговна Несмотря на все принятые меры Девушку так и не удалось успокоить Автоледи начала запугивать полицейских В первую очередь она пригрозила расправиться с их машиной Я сейчас ломать буду все Если вы мне, то меня отстегнешь Начну с этого Быстро отстегивай Отстегивай, я сказала Дамочка сломала видеорегистратор После этого на нее накатила просто сумасшедшая истерика Мне больно! Вы даже не слабо! Я застегнула! Отпусти! Мне больно! Невменяемую женщину повезли в участок По дороге она продолжала кричать и сопротивляться Потом все же успокоилась И начала хозяйничать в патрульной машине Пока не покажу, никуда не пойду А вот Мне судьба попить было Затем она отказалась подниматься по ступенькам Инспекторы ДПС внесли пьяную Автоледи в участок Под руки Ее бывшему мужу пришлось приехать Чтобы отвезти их маленького сына домой Отчего-то неудивительно Что семейная пара оказалась порознь Далее в выпуске Упрямый и дерзкий Полицейским пришлось два раза за одну ночь Ловить нетрезвого лихача Победа нокдауном Автомобилист одолел пешехода Почти смертельная доза алкоголя За рулем ехал и пил водку Водителя в девятый раз лишили прав А также огненное ДТП В Магадане инспекторам ДПС пришлось дважды устраивать погоню за одним и тем же нарушителем Сначала водитель не остановился на требования полицейских Тут же к преследованию присоединились еще несколько дежурных экипажей Полицейские вели беглеца несколько кварталов Когда джип наконец удалось прижать к обочине и остановить Мужчина начал бурно выражать свое недовольство У инспекторов ДПС сразу возникло подозрение, что нарушитель пьян Вам будут применены спецсредства, наручники И физическая сила Я думаю, это вам не надо Это никому, я думаю, не надо Ну ладно, ладно, давай Поэтому мы пытаемся с вами общаться вежливо, корректно, культурно Как взрослые люди Поэтому немножко ведите себя поскромнее И, пожалуйста, выполните наши законные требования А дальше случилось невероятное Внезапно мужчина захлопнул дверь перед опешившими полицейскими И надавил на газ Второй раз за ночь инспекторам ДПС пришлось гоняться И задерживать обнаглевшего нарушителя Водитель опасно маневрировал на скользкой дороге И несколько раз чуть не спровоцировал аварии Нарушитель попытался скрыться во дворах Но был настолько пьян, что не справился с управлением И джип увяз к снегу Тогда мужчина выбежал из машины и бросился на утек И снова нарушитель был пойман Чтобы пресечь очередной побег Автоинспекторы припроводили его в служебный автомобиль Уже сидя в патрульной машине Нарушитель стал дерзить автоинспектор Короче, ладно, сейчас скажу Меня милиция задержала очень культурно Без всяких происшествий Как и должно было быть в милиции То есть порежала, задавила, пришла, заломала, взяла Потом мужчина признался, что не рассчитал свои возможности То, что задержали, это понятно А уехали зачем? Уезжали В телевышке? Да Я думал, может, смотать От медицинского освидетельствования мужчина отказался Это автоматически вело к лишению водительских прав Плюс наказание за невыполнение требований полиции Лучше нарушителю было ходить пешком Все равно он плохо ездил, если его поймали дважды за день Ярославль Водитель «Шевроле» вероятно очень рассеянный человек При выезде на главную дорогу он не замечает автомобиль От удара одна из машин вылетает на встречную полосу По счастливой случайности там не было других автомобилей Иначе последствия аварии оказались бы куда плачевнее Красноярск Двое местных жителей выясняют отношения прямо на проезжей части Спарринг длится всего несколько секунд Пока один из бойцов не пропускает хук левой И не бьется головой о машину Ой, да стой, славян Удар оказывается некритичным Молодой человек сразу встает на ноги Одному из сторонних наблюдателей все же удается развести драчунов А после драки, как известно, кулаками не машут США, штат Миссисипи На скоростном шоссе происходит авария, в результате которой у машины взрывается бензобак Невероятно, пассажиры, среди которых годовалый ребенок, живы Но они заблокированы в горящей машине И никто не пытается им помочь Наконец, к пылающей машине подбегает дальнобойщик с огнетушителем Рискуя жизнью, он сбивает пламя и вытаскивает наружу ребенка Затем помогают выбраться остальным пассажирам Водитель сломал ногу У остальных незначительные травмы Они выжили благодаря собственному везению и смелости дальнобойщика На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск Внимание автоинспекторов привлекла подозрительная газель Фургон вилял по всей дороге Каково было изумление полицейских, когда они остановили машину Водитель почти что спал на руле Ты видел, Свет, как ты ехал? С обочиной на встречку вылазил, вот так вот ехал Не, вот это я за счет этого знаю Я за это знаю Я не спорю Потому что сам ехал, так и видел Водитель был спокоен и не понимал, что происходит Я наказан или что? А как ты думаешь, наказан или нет? Автоинспекторы предложили подозреваемому пройти тест на алкоголь Тот отпираться не стал Сейчас ждем результаты О свидетельстве Не ожидай, ничего не надо Молжи 1,48 1,48 1,48 Допустимое у нас 0,16 Алкотестер Выявил почти смертельную дозу спиртного Удивились не только полицейский, но и сам задержанный На всякий случай ему предложили пройти проверку еще раз Согласен ехать именно с свидетель? Да? Да без проблем С виду тихий водитель оказался злостным нарушителем Он уже 8 раз лишался прав Но упорно продолжал садиться за руль пьяным Задержанный уснул прямо на полу в медицинском кабинете Затем с трудом вспомнил, как пишется его фамилия И поинтересовался, когда ему вернут права Нарушителя снова арестовали и наложили на него штраф Но ему это было не впервой Бить за рулем к большим проблемам, в которых он уже увяз по уши В финале выпуска Преступление и наказание Полиция задержала злостных хулиганов Месть за неправильный маневр Автомобилист догнал и наказал обидчика Молодой да ранний Давай пошли Юный нарушитель нажил неприятностей на свою голову А также ловушка для пешеходов В Бульяновске на машину неожиданно напали хулиганы с бейсбольными битами Водитель помчался прочь, сломя голову Тогда буяны ринулись к другой маршрутке Доброе утро Доброе утро, как зовут? Очередному водителю пришлось спасаться бегством А дебоширы продолжили крушить автомобили Поглумившись, злоумышленники отправились кататься на машине по городу В одном из дворов они напали на внедорожник Хозяин джипа был с ребенком Однако у полицейских были видеозаписи происшествия Их вполне хватило, чтобы освежить память злоумышленников И предъявить им серьезные обвинения Приморский край Ночью с проселочной дороги на полном ходу на трассу выезжает микроавтобус Избежать столкновения с иномаркой удается только чудом Девушка за рулем легковушки вовремя реагирует и уходит влево Однако через некоторое время автоледи со своим спутником Разворачивается и отправляется вслед за иномаркой Между тем лихач останавливает машину Долгих объяснений не получается Развязка наступает после первого же удара Вот такие приморские мужчины Всегда готовы постоять за своих дам Петрозаводск О том, как в России строят дороги, сложено множество анекдотов А вот и еще один курьезный случай Только что отремонтированную улицу пытается перейти пешеход Но асфальт настолько липкий, что ботинки пенсионера намертво приклеиваются Вскоре бедолаге приходится расстаться и со своими носками Стараясь окончательно не влипнуть, он продолжает путь босиком С такими дорогами можно и без штанов остаться Мексика Грузовой состав приближается к железнодорожному переезду На рельсах скопилось большое количество машин И многие не могут выехать Затор виден машинисту издалека Но он не успевает остановить состав Под удар попадает фургон Несмотря на аварию, бригада поезда на удивление спокойно выходит из кабины Видимо, машинист специально проучил таким образом незадачливых автолюбителей Адлерский район города Сочи На дорогах всероссийского курорта можно увидеть и такое Отчего мужчины просто теряют дар речи Смотри, братан О, смотри, голая, абсолютно Нудисты любят загорать голышом на пляжах Но девушка облюбовала для отдыха крышу автомобиля Абсолютно голая, Миша Возможно, бесстыдница решила таким образом Немного ободрить водителей в душной автомобильной пробке Погоня за «Жигулями» в Кирове Началась из-за неподчинения полицейским Вместо того, чтобы остановиться Водитель наоборот попытался скрыться Полицейские настигли автомобиль В ответ лихач прибавил скорость Но его быстро прижали к обочине За рулем оказался нетрезвый молодой человек Он еле разговаривал и с трудом стоял на ногах Задержанный не понимал, за что его остановили И захотел разобраться с полицейскими Со мной, со мной Ты со мной просто, нет Ты с инспектором хочешь драться? Давай, пошли Не надо с инспектором драться Это уголовная статья Да ты увидишь Вскоре молодой человек успокоился Он считал, что ездить пьяным – это нормально И попытался доказать свое мнение То, что я пьяный, и что это было? Ничего себе! Вы людей можете в таком состоянии сбить насмерть? Я не могу никого убить Вы, наверное, новостей не читаете, не смотрите, да? Я читал Я двоих братьев своих И спасу, если он кого не убил Мне это не надо Вскоре у задержанного закончились аргументы И ему понадобилась поддержка знакомого Звонок к другу, давай телефон мне Звонок к другу? Да, у меня есть У нас не игра, у нас не игра У нас здесь все серьезно Что у вас серьезно? У меня звонок к другу Это только в игре может быть Да в какой игре? Оказалось, водительского удостоверения у молодого человека никогда не было При этом его уже много раз задерживали за рулем Дай мне телефон, у меня есть звонок Тебя недавно, да, оформляли? Да Пьяненький ты ездил, да? Да, в Тепецке я сидел А что, посидел? 12 суток 12? 12 я сидел Молодому человеку грозил очередной арест Как ни странно, но никаких выводов из этого он так и не сделал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok